Всем привет! Меня зовут Ольга. Меня зовут Дмитрий. Ник в телеграмм Дима Йот. Ездок на Зле, на Ninebot Z6. Я диванный эксперт, тестировал Inmotion V10F. Благодаря замечательной акции компании Кадрифт, я имею возможность пробовать разные колеса. И в этот раз я решила попробовать Inmotion V10F. Сам катаюсь на Kingsong 18L. До этого был Kingsong 16S. Оно крупное, оно как-то в метро тоже сложно паркуется, ставится, его там много места занимает. В метро, допустим, под коленки его не загонишь, оно просто не помещается. Его уже нужно куда-то пристраивать. Это красивое колесо. Оно достаточно легкое после моих тяжелых. На нем очень удобно стоять. Вот могу показать педали. Педали моего зла и педали Inmotion. Педали Inmotion намного больше. На них очень удобно ноге, комфортно, можно даже перетоптаться. Ну, в общем, педали мне понравились. Очень хорошее расстояние от земли до педалей. Допустим, по лесу никакие корешки ты не задеваешь. Очень такая проходимая высота педалей. Размер педали, опять же, больше, чем у Kingsong. Соответственно, лучше контроль. Лучше нога стоит на них. Но самое главное, что мне бросилось сразу прямо в глаза, то, что на этом колесе невозможно резко стартануть, как я привыкла на больших мощных колесах. Оно начинает сразу орать. Буквально выехав из акадрифта, я просто, как я обычно езжу, надавила чуть-чуть на колесо и услышала ужасно громкий звук. Вот этот самый громкий звук, он является преимуществом этого колеса, потому что обычно, ну, например, на своем 9-боте я не слышу курлыканье, которое он там издает при достижении какой-то скорости. Курлы-курлы, и то ли это галлюцинация, то ли еще что-то. Здесь слышно всем. И слышно всем в радиусе, по-моему, наверное, километра, потому что звучит это очень громко. Динамика разгона достаточно приличная. Непонятно почему, может быть, это с настройками у него что-то, но когда я хочу прям очень быстро разогнаться, он тут же орет и задирает педали. При достаточно аккуратном разгоне разгоняется очень быстро. Ехать неспешно на нем очень приятно. То есть я бы, если бы, например, у меня был огромный парк колес, у меня были бы все колеса, которые имеются, это колесо, я бы его использовала для таких прогулок в парке, когда я точно знаю, что я не буду торопиться, потому что со мной рядом, не знаю, едет всякатчик, ну, или кто-то идет пешком. Потому что ехать на нем комфортно из-за широких педалей, просто комфортно, неспешно передвигаться. На кочках ноги с педалей просто улетают. Один бордюр, нога просто на полпедали съезжает. Два бордюра, ты уже практически слетаешь с педали. Еще что мне не понравилось в этом колесе, это ручка. Значит, поднять ее очень легко и просто. И даже вот так вот вести, не раскладывая, тоже очень хорошо, тоже очень нормально. Но стоит буквально упустить момент, когда ручка разложится, и взять ее становится уже очень трудно. Ну, то есть вот так. Это неудобно. В Emotion вот эта ручка, она крайне неудобная. Чтобы поднять, мы ее, допустим, здесь дергаем. Не где-то там посередине, а вот сзади. Потом перехватываемся, и она защелкивается. Контролировать колесо вот в таком состоянии очень тяжело. Нужно прям хорошее усилие прилагать, чтобы крепко держать его и поворачивать. Соответственно, когда ты его ведешь, отвлекаешься, и ты не чувствуешь. Мне посоветовали, мне сказали, что нужно перевернуть колесо и вести его вот так на удобной высоте. Действительно, так вести удобно. Но не могу сказать, что мне это прям очень понравилось. Вот если брать и то, и другое из коробки, то 18L очень сильно остыет. На этом можно прям сразу и в горку, и разгоняться до 40. Пока довольно приятно. Что могу сказать? Купила бы я себе это колесо? Нет, не купила бы. Потому что для меня это слабое колесо по мощности своей и слишком большое колесо для подскока. С ним удобно в метро, но, скажем, есть V8. И зачем тогда мне покупать такое большое колесо, когда я могу взять V8 и получить то же самое легкое и удобное, но легче колесо? Есть еще кнопка отключения колеса. Кнопка... Моментально нажали, оно выключилось. И можно носить, оно не разгоняется. Очень простое решение. И четко работающее. Для сравнения, Тензо датчики на Кингсонге... Говно. Наверное, удобно. Ну, и у меня есть кнопка, и у Николы есть кнопка. Ну, вернее, у меня на ручке Тензо датчик, у Николы большая кнопка. Как-то уже у всех колес кнопка, кнопка не удивишь. Включается почему-то длительным. Фара, на мой взгляд, по мощности, как у Кингсонг 18L, но пучок широкий. С одной стороны, это минус, когда ты слепишь пешеходов. С другой стороны, плюс в том, что ты видишь дорогу. Мне не хватает вот этой вот какой-то устойчивости, какой-то надежности, которая давала мне тот же самый Никола. У него три покрышка, и на нем было намного устойчивее, попадая в какие-то ямки, или там, я не знаю, разгоняясь большой скоростью. Ну вот, в общем, вот и все на сегодня. Большое спасибо компании Кадрифт за предоставленные возможности. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok